Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает в Ападом. Сегодня речь пойдет об очень веселой сказке. Я уже когда-то рассказывал вам и рекомендовал книгу Ирины Гореновой «Король рысь». Так вот, представьте, сегодня будет «Король собака». В общем, виды королей – это отдельная наука. Значит, классификация не завершена. У нас еще добавится и король дракон в будущем, Гореновский. Очень много всего интересного. Но сегодня речь пойдет о книге Виталия Терлецкого «Король собака». Издательство, как вы уже догадались, по совершенно потрясающей иллюстрации на обложке, «Поляндрия». Это художник Алексей Вайнер. Они вместе с автором создали целый мир. Причем мир очень детализированный, очень подробный и абсолютно необычный. Потому что легкая доля абсурда, которая содержится в самом названии, первое, что приходит в голову, это, конечно, знаменитая реплика «Какая такая собака?» Не позволю про царя такие песни петь. Из Ивана Васильевича. А на самом деле, конечно, «Король собака» – это натуральный пес. Причем он одет в мантию, он ходит на задних ногах и умеет говорить. Это отдельно оговаривается автором. Видимо, допускается мысль, что возможен король, который не умеет говорить. Честно вам скажу, положа руку на сердце, это, конечно, странная мысль. Но по сравнению с тем, что происходит в этой книге в дальнейшем, мысль не такой уж и странной кажется. Потому что книга полна абсурда. Вот, я думаю, в детстве такой сказки читал бы Хармс, если он вообще читал сказки в детстве. В детстве такой бы сказкой порадовались многие сюрреалисты. Потому что этот город городов, которым правит король собака, это, во-первых, скопление невероятных чудес на очень небольшом пространстве. Города стоят настолько тесно, то есть город, состоящий из других городов, вот как страна состоит из областей, федерации, из отдельных частей административных. Вот, значит, они стоят друг другу настолько тесно, что у некоторых городов общие стены. То есть, такая сотовая структура. Собственно, с пчелиными сотами это все и сравнивается. Вообще, надо сказать, маленькое отступление сделаю, что книга очень часто напоминает многие другие классические произведения. В общем-то, читая об уморительных приключениях короля собаки, ну, может быть, не всегда уморительных, но всегда занимательных, в смысле, необычных сюжетных ходов, маленький-то читатель этого не заметит. А взрослый-то сразу начнет ловить отсылки к классической детской литературе. Головоломок в этой книге и загадок очень много. И это прекрасно, потому что это отдельное удовольствие разгадывать, что, откуда, что, что напоминает, а что, откуда пошло. Что, допустим, с самого начала, да, когда мы открываем книгу, мы увидим, что вместо названия первой главы у нас есть слова. Есть город, точка. Город городов, выделенный курсивом. Город городов – это нечто, вот, понятие, да. Пожалуй, это даже не совсем город, а скорее маленькая страна. И так далее, и так далее, и так далее. Рассказывается вот, значит, все про короля собаку. А потом у нас идет глава первая. И дальше подзаголовок, которая могла бы запросто быть второй главой, если бы предыдущая глава имела свой номер. Правильно, конечно же. «Алиса в стране чудес» в пересказе Бориса Захадера, с которой у многих многое начиналось. Помните, да, глава никакая, которая вовсе никакая не глава. Вот, и так далее. И вот буквально с первых вот эпизодов, да, мы вспоминаем там очень много интересных отсылок. Некоторые ребусы, честно скажу, я даже не пытался разгадывать, потому что я чувствовал, что это что-то совсем отдельное. Как местами вот эти вот слегка стимпанковые иллюстрации напоминают мне аниме. Ну, то есть вселенную, куда я захаживал в гости, допустим, пообщаться с Миядзаки, да. Но где я не постоянный житель, да, где у меня нету вида для жительства, я там в этой вселенной аниме ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Увы, человек не может объять... Нельзя объять необъятное, да. Но, тем не менее, значит, какие-то ребусы мне очень понравились, и я считаю, что это обыграно совершенно потрясающе. Обратите внимание, как устроен текст. Для того, чтобы еще сильнее ошарашить читателя, для того, чтобы выделить какие-то необычные моменты, временами повествование прерывается вот такими вот выносками. Мне это напоминает другую книгу, о которой я совсем недавно прочитал с большим восторгом. Так, там заставляет издателя играть шрифтами, да, а на самом деле играет со смыслами Терри Пратчетт. Он тоже пользуется вот такими вот ударными репликами, какими-то отдельными подзаголовками, потому что текст временами перебивается какими-то короткими словами, да. Это может быть рефреент повторяющийся, это может быть отдельный какой-то эпизод истории, да, но, тем не менее, это очень здорово смещает внимание, да, и заставляет по-другому воспринимать гладкое течение сказки. То есть текст необычный во всех отношениях, даже в композиционном. Ну уж я не буду пересказывать, что происходит с королем-собакой. Ей-богу, когда вы дочитаете до дворника с железной бородой, которая, естественно, не синего цвета, ну а то бы вы хотели, чтобы вам Шарля Перро пересказывали в простейших выражениях. Нет, значит, когда вы дочитаете до того, что чувствовала несчастная жена этого дворника, и потом, значит, и что произошло с тетей Алла из металла, есть там такая Алла из металла, вот, то вы не просто похохочете, но на самом деле удивитесь богатству и непредсказуемости фантазии автора. Король-собака даже смерть победит в конце. И как он это сделает, я вам не буду рассказывать, но примерно так же, как он остановил самую ужасную войну, которая вот-вот началась в самом начале книги. А как он ее остановил, я тоже вам не буду рассказывать. Ну вот, здесь очень много смешного. Драконья семейка совершенно потрясающая. Ну, разумеется, вы вспомните песенку Натальи Варлей в определенном месте, да, потому что там есть... А заодно вспомните, кстати, Джека из Тени, который тоже, помните, живет в мире, где планета не вращается вокруг своей оси, соответственно, на одном полушарии все время день, на другом все время ночь, значит, в центре этой ночи, соответственно, который можно сравнить с географическим полюсом, да, в центре этой ночи ледяной мрак и абсолютная самая низкая температура на всей планете, а дневную сторону прикрывает некий плазменный щит, который от излучения звезды, значит, защищает это от перегрева, защищает поверхность планеты, потому что она, естественно, перегревается, раз планета не вращается. И вот там Джек из Тени, а, впрочем, просчитайте сами, очень хорошая повесть Роджера Железная. Итак, я уже сказал, в Короле Собаки вы встретите столько ассоциаций и столько интересных вещей, которые заставят вас вспомнить не только детскую, но и взрослую мировую литературу, а самое главное, насладитесь, как это сделано. У Поляндрии всегда так, даже в такой маленькой книжке, которая, возможно, и не станет началом большой серии, хотя вроде бы должна, вот, сколько здесь всего... Да уже вначале, думая, брать или не брать, рассматривал я обложку и увидел этот прекрасный самолет, такой, значит, слегка миядзаковский, да, у которого есть специальная полочка под рукой, под лапой, простите, у Короля Собаки, где стоит у нас заварной чайничек и чашки. Ну, чтобы можно было сразу чаевничать в полете. А что такого? Вот, и таких деталек очень много. Посмотрите, я надеюсь, они вам доставят такое же наслаждение, как и мне. Вот, а вообще, книга, конечно, предназначена для самых маленьких читателей, вот, я думаю, что дошкольный, младший школьный возраст, это будет оптимальный возраст. Читать ее надо вслух с родителями, только некоторые вещи придется объяснять. Ну, еще, конечно, вам надо будет останавливаться на смех, для того, чтобы отсмеяться над некоторыми эпизодами. Уж очень здорово это оригинально придумано. Итак, издательство Поля Андрея, Виталий Терлецкий, Король Собака, художник Алексей Вайнер. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.